Зачем изучать еврейские праздники? Потому что они открывают пророческие сезоны не только в вашей жизни, но прежде всего и в жизни самого Господа. Во-вторых, открывают сезоны в церкви и, в-третьих, в вашей жизни. Я думаю, что нам нужно расти от праздника к празднику. Мы все пережили Пасху, когда были спасены, но многие из нас все еще узнают что-то новое об этом празднике. И удивительно, как много всего люди не видят в нем. Поэтому запишите следующее. Я дам вам 7 причин, почему нам нужно изучать эту тему. Номер один — потому что праздники открывают Господа. Номер два — они открывают истину. которую Святой Дух будет использовать, чтобы оживотворить вас. Номер три — благодаря им мы слышим, что Бог говорит нам сегодня. Итак, номер один — они открывают Господа. Номер два — они представляют истину, которую Святой Дух будет использовать, чтобы оживотворить вашу и мою жизнь. Номер три — благодаря им мы слышим голос Святого Духа сегодня. Номер четыре — они показывают, открывают нам, что будет. Они — тень грядущего. Номер пять — мы можем понять пророческие символы и затем понять саму суть. Мы поймем символы и затем поймем суть. Я объясню это через минуту. Я вернусь к этому. Номер шесть — праздники помогут нам познать Господа. Мы получаем более четкие знания об Иисусе. Когда мы изучаем, мы увидим это сегодня. Номер семь — праздники открывают истину о небесах. Итак, семь пунктов, почему мы изучаем праздники. Что же важно знать о праздниках? Если вы хотите знать Господа, вам нужно знать Его Слово. И ранняя церковь открывала Иисуса через тени грядущего, через символы, через праздники, через жертвы в Ветхом Завете. У них не было написанного Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна почти сто лет. Поэтому вам и мне нужно понять, что когда вы читаете Ветхий Завет, вы начинаете плавать в глубоких водах, и вы начинаете понимать более глубокие вещи, и что ваши ноги теперь стоят на твердой почве. И поэтому, когда придут испытания, вы не будете выбиты из колеи. И теперь посмотрим на первый праздник — Пасху. Вы должны знать, что на Пасху приходится три праздника. Мы разделим их на три. Хорошо? Первый праздник называется Пасха. Но Пасха включает в себя праздник опресноков и праздник первого снопа или первых плодов. Итак, у вас первый праздник. Основное название первого праздника — это Пасха. И она включает в себя праздник опресноков и праздник первых плодов. И вы можете рассматривать их как один праздник Второй основной праздник — это праздник дарования Торы или Пятидесятницы Это второй основной праздник Третий основной праздник — это праздник Труп Который включает в себя День Искупления и праздник Кущей Итак, у нас три основных праздника — это Пасха, дарования Торы, праздник Труп И эти три включают в себя всего семь праздников Это понятно? Хорошо, и сегодня у нас есть время рассмотреть Пасху Итак, Пасха в книге Левит 24, начиная с 4 стиха и до 14 Первый праздник Пасхи, который включает в себя праздник опресноков и праздник первых плодов И первый месяц означает их выход из Египта И я хочу, чтобы вы поняли, что первый месяц вашего духовного опыта — это ваше спасение Когда вы были спасены, возможно, в декабре, феврале, июле, и это означает начало Кто из вас понимает это? И в начале Бог открывает вам это, что я хочу показать Вы можете оставаться при начале пути долгое время Вам нужно пройти это начало пути и войти во второй сезон Итак, ваше начало — это Пасха Праздник опресноков и праздник первых плодов Каждый христианин должен пережить первый праздник под названием Пасха Который включает в себя праздник опресноков и первых плодов И в Израиле эти праздники соблюдались И в Иисусе они исполнились И в вашей жизни могут быть перемены Вам нужно применять их Потому что если вы не будете этого делать, то ваша жизнь не будет в полноте Итак, первый праздник — это Пасха Давайте поговорим о первой половине О которой говорится в книге Исход 12 Начиная с 1 по 14 стих И нам нужно понять что-то очень важное Через этот праздник Бог говорит к Израилю об Евангелии И Библия очень ясно говорит об этом в 1 Коринфянам 5-7 5 главе 7 стихе Что Иисус — наша Пасха Господь начал говорить об Евангелии в таких деталях И это удивительно И я хочу объяснить, что означает Пасха И слово на иврите звучит «Пасах» Оно означает переход Оно означает быть защищенным Оно также означает быть освобожденным И сейчас я хочу показать вам 21 откровение Которые исполнились на кресте Бог провозгласил об Евангелии в книге Исход 12 Моисей увидел его Иисус новин увидел его Не многие увидели Все остальные были слепы Все эти детали просто невероятны Итак, в 20 главе 2 стих Господь говорит «Месяц сей да будет у нас начало месяцев Первый да будет он у вас между месяцами года» И что же это значит для вас и меня? Это означает 2 Коринфянам 5-17 Я новое творение Это начало новой жизни навсегда Моя вечность начинается с Пасхи Я начал свой вечный путь с Богом С Пасхи я уже в вечности С Пасхи начинается моя вечная жизнь Я не собираюсь умереть и потом жить вечно Я уже живу вечно Вечность начинается с Пасхи Она не начинается со смерти Но во 2 Коринфянам 5-17 говорится Кто во Христе? Он кто? Новая тварь Древнее прошло Теперь все новое И послушайте Вам нужно это услышать Адам в своей непадшей природе Был дитя Бога Вы не только дитя Бога Вы единородные дети Бога В этом есть большая разница И Иакова 1-18 говорится Что мы живем на более высоком уровне Чем жил Адам Мы новое творение Адам не был новым творением Я единородное дитя Божье Адам не был рожден свыше Я рожден свыше Он не был наполнен Святым Духом Я наполнен Святым Духом Он не мог пережить спасение Мы переживаем спасение Вы понимаете? Вы понимаете? Адам не мог праздновать Пасху Мы празднуем Пасху Когда вы праздновали Пасху? Когда вы были спасены? В тот самый момент Началась ваша вечная жизнь В тот самый момент Вы стали новым творением В Иисусе Христе В тот самый момент Иакова 1-18 Стало реальностью Восхотев Родил Он нас Словом истины Чтобы нам быть Некоторым начатком Его создания Поэтому Когда я смотрю на Ветхий Завет Когда я смотрю на праздники Израиля Я начинаю смотреть на детали Я изумляюсь И вот почему Библия говорит мне С 3-го стиха В книге Исход 12-й главе Давайте я прочитаю это Скажите всему обществу Сынов Израилевых В 10-й день Сего месяца Пусть возьмут Себе каждый одного Агнца По семействам Когда я читал Что Бог повелевает Израилю взять Агнца В 10-й день Сего месяца И Он повелевает Хранить его До 14-го дня Сего месяца И его нужно было Заколоть В назначенное время И можно начать спрашивать Почему и на самом деле Понимал ли Израиль Для чего все это было Поэтому Бог говорит Возьмите Агнца В 10-й день месяца И пусть он хранится До 14-го дня И на 14-й день Вы заколите вечером Мы читаем в Новом Завете Что Господь Иисус Въехал в Иерусалим На 10-й день И был распят На 14-й день Чтобы исполнилось место Из книги Исход 12-3 Он исполнил Слово Став нашей Пасхой Они исполняли Слово Даже не осознавая Что когда они брали Того Агнца На 10-й день Исполнилось Слово Когда Иисус въехал в Иерусалим Господь отдал Свою жизнь На 14-й день Потому что здесь говорится Скажите всему Обществу сынов Израилевых В 10-й день Сего месяца Пусть возьмут себе Каждый одного Агнца И затем он говорит Если семейство Так мало 6-й стих Пусть он хранится У вас До 14-го дня Сего месяца Тогда пусть Заколит Его Все собрание Общества Вечером Как удивительно Что так все И произошло Иисус Исполнил Все В деталях И здесь Мы видим Как первое И второе Пророчество Исполнилось Первое Пророчество Из 21 Исполнилось Первое Заключается В том Что это Будет Началом Месяца Для вас Вы начинаете Жить Благодаря Работе Креста Второе Пророчество Исполняется Когда Иисус Входит в Иерусалим На 10-й день И Отдает Свою жизнь На 14-й день Его Нужно было Отложить На 4 дня Почему На 4 дня Потому что Если вы Посмотрите На Библию От Адама До Иисуса Прошло Ровно 4 тысячелетия И мы Видим Как приход Иисуса Был Отложен На 4 тысячи лет Мы видим Адама В Писании И через 4 тысячи лет Мы видим Иисуса На кресте 2 Петра 3.8 Очень ясно Говорит Об этом И Псалом 89.5 И я хочу Прочитать 2 Петра Во 2 Петра 3.8 Мы читаем Что-то Удивительное Одно то Не должно Быть сокрыто От вас Возлюбленные Что у Господа Один день Как тысяча лет И тысяча лет Как один день И здесь мы видим Что приход Господа Был отложен На 4 тысячи лет После того Как Адам Был сотворен И затем Он умирает На кресте После того Как прошло 4 тысячи лет Иисус Входит в город Иерусалим На 10-й день Был распят На 14-й день Чтобы Исполнилось Пророчество Третье Пророчество Исполнилось Когда Господь Сказал В книге Исход 12.5 Что-то Очень удивительное Вы знаете Что изучение Библии Занимает время Мы не можем Просто ее Просматривать И 5-й стих Агнец У вас Должен быть Без порока Мужского пола Однолетний Возьмите его От овец Или От кос Агнец Однолетний И в этом стихе Мы видим Как исполняется Еще одно Удивительное Пророчество Ведь мы видим Как тема Первородного Проходит Через всю Библию Каин Был Отвергнут Ради Авеля Измаил Был Отвергнут Ради Исаака Исаав Ради Якова В этих Случаях Первородный Становится Вторым Человеком И это Пророческое Слово О Господи Вы не поняли Я помогу Вам Адам Был Отвергнут Чтобы был Рожден Первородный В Писании Мы видим Пророческие Примеры Говорящие О Господе Каин Был Рожден Прежде Авеля Но Каин Был Отвергнут Авель Родился Вторым Ребенком И стал Первородным Понимаете Измаил Родился Перед тем Как родился Исаак Но Измаил Был Отвергнут Чтобы Пришел Исаак И получил Благословение Первородного Вы понимаете Исаак Был Первородным Но Он Был Отвергнут Чтобы Исполнилось Что Чтобы Исполнилось Пророчество Что Иисус Это Второй Адам Который Будет Первородным Вы Теперь Понимаете Вы Можете Прочитать В Ветхом Совете Как Эти Люди Были Отвергнуты Каин Измаил Исаак Отвергнут Это Пророческое Слово Что Первый Адам Был Отвергнут Чтобы Был Явлен Второй Адам И Кто Этот Второй Адам Иисус И Как Это Соизмеримо С Моей Жизнью В Своей Жизни Я Должен Отречься От Плоти Чтобы Начать Ходить В Духи И Дух Дух Отвергнут Поэтому Каин Означает Плоть Измаил Означает Плоть Мы Мы Должны От Них Отречься Чтобы Был Явлен Сын Божий Поэтому Иисус Не Может Прийти В Мою Жизнь Пока Плоть Не Будет Отложена В сторону Поэтому Прежде Родилась Моя Плоть Только Потом Родился Мой Дух И Дух Получает Благословение Первородного Понимаете Итак Мы Начинаем Жить Как Новое Творение Это Моя Пасха Библия Говорит О Седьмом Пророчестве Которое Исполнилось Из книги Исход 12.6 Здесь Говорится Пусть Заколит Его Собрание Общества Израильского Вечером Это Слово Вечером Буквально Означает На иврите Между Двумя Вечерами Между Двумя Вечерами Это В 3 Часа Пополудни Удивительно Не так Ли Потому Что Господь Был На кресте В 9 Часов Утра И Он Испустил Дух В 3 Часа Пополудни Так И Было Потому Что Суббота Начиналась В 6 Часов Вечера И 3 Часа Пополудни Это Между Двумя Вечерами Потому Что Когда Он Висел На кресте Написано Что Когда Это Был Первый Вечер Второй Вечер Наступил Когда Село Солнце Марка 15 33 Он Умер Между Двумя Вечерами Чтобы Исполнилось Пророчество Из Книги Исход 12 6 Восьмое Пророчество Которое Исполнялось Опять же В книге Исход 12 6 Здесь Говорится Тогда Пусть Заколит Его Все Собрание Общества Израильского Матфе 27 25 И Отвечая Кровь Его На Нас И На Наших Детях Все Собрание Кричало Распни Его Чтобы Исполнилось Пророчество В Исходе 12 6 Девятое Пророчество Исполнилось В Исходе 12 7 И Пусть Возьмут От крови Его И Помажут На Обоих Косяках И На Перекладине Дверей В Домах Вау Матфе 27 50 51 Евреям 9 12 14 Говорят Об Исполнении Этого Пророчества Иисус Этот Агнец Кровь Помазана На Косяках Вашего Сердца Он Явил Себя Как Агнец В Своей Смерти И Стал Дверью В Своё Воскресение Я Сейчас Сказал Что-то Очень Глубокое Когда Он Умер Он Явил Себя Агнцем Божиим Когда Он Воскрес Он Стал Дверью В Которую Вы Входите Когда Иисус Сказал Я Есм Дверь Он Говорил О Своём Воскресении Ведь Вы Не Могли Б Спастись Если Он Не Воскрес Из Мёртвых Алли Лу Я Кровь Была На Косяках Двери Не Только На Косяках Двери Вашего Сердца Но Сам Господь Был Воскрешён Кровью Потому Что Мы Читаем В Послании Евреям Что Кровь Произвела Воскресение Если Было Крови Не Было Бы Воскресение Сила Крови Воскрестила Его Из Мёртвых Совершенство Его Крови Дало Возможность Святому Духу Воскресить Его Из Мёртвых Это Есть В Библии Я Хочу Прочитать Вам Смотрите Что Здесь Сказано Послание Евреям 13 Последняя Глава Оу Это Невероятно Бог же Мира Воздвигший Из Мёртвых Пастыря Овец Великого Крови Завета Вечного Господа Нашего Иисуса Христа Здесь Говорится Что Он Воскрес Из Мёртвых Благодаря Крови Разве Это Не Удивительно Поэтому Когда Кровью Были Помазаны Косяки Дверей Это Говорит Не Только О Работе Креста Дверь Говорит О Самом Иисусе Который Стал Дверью В день Воскресения И Кажется Что Мы Забыли Что Кровь Иисуса Не Исчезла В Расчелинах Иерусалима Возможно Что Ангел Собрал Ее И Отдал Господу Прямо Перед тем Как Он Пошел На небеса Потому Что В послании Евреям 9.12 Сказано Со Своей Кровью Вошел Во Святилище И Кровь Пролилась В первый Раз В Гефсиманском Саду И Затем Она Пролилась В доме Каяфы И Затем Перед Пилатом Затем По Дороге На Голгофу Она Пролилась Когда Ему Пронзили Руки И Ноги На Голгофском Кресте И Его Бог Был Пронзен Она Проливалась По Всему Городу И Ангелу Нужно Было Собрать Ее Начиная С Гефсиманского Сада И Заканчивая Крестом И Когда Иисус Воскрес Из Мертвых Он Сказал Марии Магдалине Не Прикасайся Ко Мне Я Еще Не Вошел К Отцу Это Означает Что Я Еще Не Вошел Со Своей Кровью Как Это Делал Первосвященник Один Раз В Год Ему Дана Была Кровь После Того Как Он Воскрес Из Мертвых Он Вошел В Небеса Со Своей Кровью Кровь Была Принята Тогда И Затем Он Вернулся Обратно Той же Ночью И Сказал Фоме Прикоснись Утром Он Сказал Не Прикасайся Вечером Он Сказал Прикоснись Ко Мне Почему Кровь Уже Была Принята Отцом Аллилуйя Скажите Кто Нибудь Аллилуйя Когда Кровь Была Принята Он Мог Сказать Прикоснись И Смотри Это Я Аллилуйя Подумайте О том Что У вас Будет Совершенное Тело Никаких Следов Гвоздей Ни На Руках Никаких Следов Гвоздей Ни На Ногах Никакого Следа В Боку Ваш Бог Не Будет Пронзен Он Не Пронзен Не Будет Пронзен Но Навсегда У Него Будут Следы Креста Чтобы Напоминать Вам Что Он И Есть Наша Пасха Кто Нибудь Поднимите Ваши Руки И Скажите Хвала Господу Давайте Скажите Это Громко Хвала Господу Знаете Я люблю Эти уроки Библии И я не Смотрю На Них Просто Как На Занятия Мы Изучаем Библию Вместе Разве Вам Это Не Нравится Хорошо И Библия Говорит Что Нужно Было Применить Кровь Это Пророчество Номер Девять Номер Десять Всего Двадцать Одно Пророчество Я Всеми Поделюсь С Вами Номер Десять Это Исход Двенадцать С восьмого По Десятый Стих Пусть Едят Мясо Его Всю Самую Ночь Мы Уже Читали Это Поэтому Мне Не Нужно Возвращаться И Снова Читать Агнца Ели Всем Собранием Матфея 26 26 По 28 Стих И Когда Вы Принимаете Иисуса Христа Как Своего Спасителя Наступает Время Выйти Из Египта И Сделать Это Быстро Выйдите Из Среды Их Отделитесь Говорит Господь И Быстро И В этот Момент Вы Вкушаете От Господа Принимая Причастие Причастие Это Первое Что Практиковала Ранняя Церковь Они Преломляли По Домам Хлеб Это Была Постоянная Практика Они Всегда Преломляли Хлеб Когда Преломляется Хлеб Это Означает Что Вы Вышли Из Египта Произойдут Исцеления Когда Вы Преломляете Хлеб Потому Что Хлебопреломления В собрании Разрушают Рабство Египта В вашей Жизни Это Правда Что Когда Кому-то Врачи Ставят Смертельный Диагноз Когда Люди Начинают Делать Ежедневное Хлебопреломление Болезнь Уходит Потому Потому что Оно Убирает Рабство Египта Из жизни Человека Когда Я говорю Египет Я не имею Ввиду Настоящую Землю Египта Я имею Ввиду Духовный Египет Мы Разрушаем Духовную Атмосферу Египта Над Нашими Жизнями И Мы Входим В Небесную Атмосферу И Вот В ней И происходит Исцеление Потому Что Исцеление Не может Произойти В неправильном Месте Исцеление Не может Произойти В неправильной Атмосфере Есть определенные Территории Которые Отданы Демонам На которых Люди Оскверняются Когда туда Приходят И Иисус Приносит Атмосферу Исцеления Когда Он сказал Я Господь Бог Твой Целитель Твой Он тем самым Говорил Там где Я Не может Быть болезни В присутствии Господа Есть свобода От болезни Но Когда люди Уходят От присутствия Бога Болезнь Может Вернуться Очень быстро Потому Что Вокруг Них Нет Атмосферы Святого Духа Поэтому Вам нужно Выходить Из атмосферы Мира В которой Болезнь Может Иметь Место И Привести Себя В атмосферу Божьего Присутствия Послушайте Поставьте Диск И поклоняйтесь Богу Создайте Атмосферу Присутствия Господа В вашем доме И смотрите Что произойдет Он уберет Болезнь Из вашего дома Я говорю Вам Народ Божий Вам нужно Послушать Меня Я даю Вам хороший Совет Даже не спите Без музыки Поклонения Пусть играет Музыка Поклонения Целый день Всю ночь Когда вы Приходите Когда вы Уходите Пусть дом Будет чист Давайте Я хочу Услышать Ваши Аминь Тогда вы Будете Спать В мире Вы будете В атмосфере Хвалы Поклонения Вы строите Атмосферу В которой Пребывает Бог И когда Он пребывает В ней Она ему Нравится И он Исцеляет Вас И благословит Вашу жизнь И уберет Болезнь От вас Кто-нибудь Скажите Аминь Да Верно Поэтому Все это Приносит Атмосферу Ваш дом Номер 11 Исход 12 глава С 11 по 13 стих Пасха Господня Мне нравится Мы переходим Из смерти В жизнь Это пророчество Исполняется И это Пасха Господня В 1 иоанна 3.14 говорится Мы перешли С смерти В жизнь Когда мы Были спасены 12 пророчество Исполнилось В книге Исход 12.14 Да будет Вам сей день Памятен И это Исполнилось Когда Иисус Сказал Сие творите В мое Воспоминание Матфея 26 26 по 28 Луки 22 19 и 20 Я знаю Что даю Вам много информации Но она Вам полезна Номер 13 Книга Исход Вам нравится? Вам будет лучше Если я поделюсь этим с Вами Исход 12.14 Здесь говорится Во все роды Ваши Празднуйте Пасху Празднуйте Во все роды Ваши И это Исполнилось 1 Коринфянам 11.26 Ибо всякий раз Когда Вы едите Хлеб сей И пьете чашу сию Смерть Господню Возвещаете Доколе Он придет Аллилуйя Номер 14 Исход 12.46 И костей Ее не сокрушайте Псалом 33 21 Он хранит все кости Его Ни одна из них Не сокрушится И в Иоанна 19.33 Сказано Не перебили у Него Голени Пророчество 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 Евреям Евреям 4.1 Когда встанете Когда встанете Не пришельцам Не пришельцам Не внешним Он оглашает Что Пасха Не только Дала спасение Но и исцеление Псалом 104 И пели песнь Моисея Когда они вышли Они начали Петь песнь Моисея Потому что Тогда был Сезон Пасхи Даже когда Они пересекли Красное море И как мы И исполняем Это пророчество Мы поем Песню Господу Мы поем Песню Агнцу Книга Откровения В 15 главе Говорит об этом И следующей частью Пасхи Является Праздник Пресноков И у меня уже Нет времени Учить об этом Я дал вам Уже достаточно Чтобы вы это Изучали в течение Недели И народ Божий Да скажет Аминь Сегодняшний сезон Церкви Пройдет Закончится Период Пятидесятницы Подойдет к концу Произойдет Восхищение Церкви Поэтому праздник В седьмом месяце Не может начаться С библейской точки зрения Пока Церковь Не будет восхищена Потому что Этот праздник Пророчески Говорит О воссоединении Израиля Он пророчески Говорит Об окончании Эры Пятидесятницы Он пророчески Говорит О восхищении Церкви Когда Церкви Больше не будет На земле День Искупления Является Второй частью Праздника Труб И пожалуйста Поймите Что основной праздник Назван праздником Труб И в него Входит День Искупления И праздник Кущей И День Искупления Считается Днем Национальным Национальным Днем Очищения Израиля После их Воссоединения Они будут Очищены Еврейский Народ Верит Что в тот День После их Воссоединения Они Обратятся К Богу И будут Как нация Очищены И праздник Кущей Это праздник Который Праздновался После Дня Национального Очищения Когда Мессия Начал бы Своё правление Когда Еврейский Народ Принял бы Его Как Мессию И сейчас Мы подходим К этому Празднику Трубы Вострубят После Восхищения Церкви Трубы Вострубят После окончания Эры Пятидесятницы Трубы Вострубят После того Как произойдёт Воссоединение Израиля И оно До сих пор Происходит С 30-х Годов И на самом Деле После этого Израиль Стал Нацией В 48-м Году И еврейский Народ Возвращался В свою Землю Многие Годы До этого И сегодня Они всё ещё Возвращаются Несмотря На все Проблемы В секторе Газа Многие Люди Возвращаются На свою Родину Вы понимаете Что пока Ракеты Летали Люди Возвращались В Израиль И у них Всё ещё Алия Восхождение И несмотря На весь этот Антисемитизм Они продолжают Возвращаться В Израиль И уже Многие Едут туда И население Израиля Составляло 600 тысяч В 48 Году И сейчас Почти 7 Миллионов Слава Богу И оказывая На мир Влияние Своими Технологиями Влияя На мир Своей Медициной Они приближаются К концу Вы слышите? Как нация Израиль Подходит к концу И я не имею в виду В физическом смысле Они не умрут Не будут уничтожены Они идут К своему концу И они воззовут Господу И скажут Где ты? Несмотря на все Свои технологии И весь их успех Извините Но Бог не будет Этого использовать Это будет Сила Святого Духа Смотрите Что будет Через несколько месяцев Я не говорю лет Как полгода назад Я так больше не говорю Смотрите На развитие события Кто знает Что может произойти В нашем мире Только Бог знает Вы помните Вы помните Как три года назад Я сказал вам Что видел Как Господь сидел На краю моей постели Кто это помнит И он показал мне Как зло появилось На горизонте И я не знал Что это Кто из вас Помнит об этом И я начал Ездить из города В город Предупреждая всех Что им лучше молиться И я сам не знал Что возможно Это экономические проблемы Или что-то еще Но я хочу Сказать вам еще раз Если мы Будем поддерживать Израиль Бог поддержит нас Если мы не будем Поддерживать Израиль Мы не будем защищены И мы подходим К концу Мы подходим К концу Эры Пятидесятницы Мы подходим К концу Пятидесятницы Кто из вас понимает О чем я говорю Конечно И затем Трубы вас трубят После восхищения Церкви Псалом Восемьдесят Восемь шестнадцать Блажен народ Знающий Трубный зов И два вида Труб использовали В Израиле И шафар Рог Использовался Когда пали стены Иерихона И на юбилей Об этом сказано В книге Левит 25.9 И серебряные трубы Использовались Чтобы созывать народ Для снятия Станов Израиля Об этом говорится В числах Десять два И я надеюсь Что вы все записываете Потому что они Предназначались Для отдельных событий И случаев И звук трубы Был знаком Начала войны Рог Во время падения Стены Иерихона Рог Во время юбилея Книга Левит 25.9 Мы пережили Когда вострубил Рог Мы пережили И падение стен Мы пережили Юбилейный год В своей жизни И серебряные трубы Вострубят Но они не вострубят Пока не закончится Эпоха церкви И серебряные трубы Для созывания Общества Для снятия станов Я верю Что что-то произойдет В пророческом смысле С трубой С серебряной трубой Когда Израиль Будет бежать В Моав Едом Где Мессия Откроет себя им Иеремия 4.19 Здесь сказано Утроба моя Утроба моя Скорблю во глубине Сердца моего Волнуется во мне Сердце мое Не могу молчать Ибо ты слышишь Душа моя Звук трубы Тревогу брани Вот для чего Предназначена Серебряная труба Ирок Предназначен Для падения стен Для юбилейного года И мы переживаем их В своей жизни И наступит день Когда серебряные трубы Вострубят Чтобы созвать Израиль Для их нового похода Для встречи с Мессией Но это также означает Боевой клич И начнется война Когда вас Трубит первая труба И она будет Последней трубой Для нас Но первой трубой Для них Я думаю Что вы сейчас Не поняли Есть два звука трубы Звук трубы Для церкви И звук трубы Для Израиля И последний для нас Будет первым Для них Последний звук трубы В откровении Услышит только церковь Вы помните Семь труб? Мы услышим Все шесть Израиль не услышит Ни одной И при последней трубе Которую мы услышим Мы будем восхищены И когда они Услышат ее Наше восхищение Будет означать Для них Начало войны Наше восхищение Означает их Призыв собраться Наше восхищение И Бог говорит Теперь я обращаю Своё внимание на вас Вы понимаете Не так ли? Итак Седьмая труба Последняя труба В книге Откровения Мы услышим Все шесть Израиле Мы услышим Седьмую трубу Но наша седьмая труба Возвестит Что мы идем домой И седьмая труба Это их первая труба Она возвестит им О Мессии С нее начнется Война с Антихристом Они побегут После этого Ведом и Моав Начнется Семилетнее правление Антихриста Я надеюсь Что вы со мной Не так ли? Хорошо И Библия говорит Что-то удивительное Об этом В первом послании Фессалоникийцам 4.13 Могу я попросить Вывести этот стих На экран до 18 стиха Я хочу прочитать его И затем Книга Откровения 1.10 И Откровения 4.1 О! Это удивительно! Извините Я так радуюсь Когда думаю об этом Я радуюсь Мы прочитаем Я прочитаю вам Хорошо Я рад что разбудил вас Я прочитаю до 18 стиха Не хочу же братья Оставить вас в неведении Об умерших Дабы вы не скорбели Как прочие Не имеющие надежды Следующий стих Ибо если мы веруем Что Иисус умер и воскрес То и умерших в Иисусе Бог приведет с ним Следующий стих Ибо сие говорим вам Словом Господнем Что мы живущие Оставшиеся до пришествия Господня Не предупредим умерших Следующий стих Потому что сам Господь При возвещении При гласе Архангела И трубе Сойдет с неба И мертвые во Христе Воскреснут прежде Продолжим 17 стих Потом мы Оставшиеся в живых Вместе с ними Восхищены будем На облаках Сретения Господу На воздухе И так всегда С Господом будем Следующий стих Пожалуйста 18 Итак Утешайте друг друга Семи словами При этой трубе Мы уйдем Но что-то еще Произойдет при этой трубе Откровение 1.10 Я был в духе В день воскресный И слышал позади себя Громкий голос Как бы трубный Откровение 4.1 Пожалуйста Побыстрей После сего Я взглянул И вот дверь отверста На небе И прежний голос Который я слышал Как бы звук трубы И говорившись со мною Сказал Зайди сюда И покажу тебе Чему надлежит быть После сего И вот что я думаю Я думаю Что Израиль Услышит трубный зов Для них Это будет трубный зов Но для нас Это будет его голос Когда мы услышим Его голос Аллилуйя И последняя труба Будет его голосом Который скажет Идем домой Аллилуйя Потому что здесь сказано Что его голос Как бы трубный И снова Иеремии 4.19 Это будет началом Войны для Израиля Первое Фесталоникийцам 4.13 При последней трубе Мы уйдем Но как мы уйдем Мы услышим Его голос Откровение 1.10 Откровение 4.1 Его голос Это звук трубы И когда мы услышим Его голос Мы будем восхищены И поэтому нам нужно Услышать его голос Исайя 58.1 Иосия 8.1 И я уже заканчиваю С Божьей помощью И продолжу Через две недели Исайя 58.1 Взывай громко Не удерживайся Возвысь голос Твой Подобно трубе И укажи Народу моему На беззаконие Его И дому Иаковлеву На грехи Его Поэтому Когда протрубит Труба Покаяние Коснется Израиля И это последняя Труба Мы услышим Его голос Идем домой Но при последнем Звуке трубы Они услышат Его голос Как трубный зов И он укажет Израилю На его беззаконие Дому Иаковлеву На грехи его И это будет Временем покаяния Аравии Иосии 8.1 Трубу Кустам твоим Как орел Налетит на дом Господень За то, что Они нарушили Завет мой И приступили Закон мой И снова Труба для Израиля Это время Суда В то время Как та же самая труба Это время Восхищения Церкви И на этом я хочу Закончить Я продолжу Через две недели На этом все И мы приближаемся К этому чудесному дню Завершение эры Пятидесятницы И труба вас трубит Открой очи мои И я увижу И я увижу чудеса Закона Твоего Мне нравится Это место И Слово Божьего И Бог Хочет совершить Это для всех нас Он хочет Дать вам глаза Чтобы видеть И уши Чтобы слышать Сердца Чтобы различать Что Святой Дух Говорит нам И пришло время Настал день Когда мы должны Познать богатство Слова Божьего И нам нужно Углубиться Потому что вы знаете Что вы не можете Найти сокровища На поверхности Вам нужно Углубиться И когда вы углубляетесь Вы утверждаете Свою жизнь в Господе Вы слышали Слово сегодня И я так рад Что вы сегодня С нами Я хочу сказать вам Спасибо от всего сердца Я хочу сказать вам Спасибо за то Что вы мои друзья Мои партнеры В служении Вы помогаете мне Проповедовать По всему миру Я только вернулся Из Попуа Индонезии 1 миллион 600 тысяч Было на двух Вечерних собраниях И я собираюсь Вы уже знаете Об этом В Болгарию И оттуда Я полечу в Армению Я так рад Что буду в Армении В Ереване Будет два Вечерних собрания И затем Я лечу в Украину Несмотря на то Что вы слышите О трудностях Которые там Также и много Хороших вещей Происходит на Украине Я буду проповедовать В большом зале Будет 12 тысяч человек В Киеве На собраниях И я благодарю вас За то Что вы мои друзья И партнеры И помните Что когда вы утверждаете Себя в слове Как я уже сказал раньше Ничто не сможет Поколебать вас Бог держит все Под своим контролем Драгоценный народ Божий Он все еще на троне Мне нравилось Когда Кэтрин Говорила по радио Бог все еще на троне И он все еще слышит И отвечает на молитвы И все хорошо Конечно же Бог не изменился Его обетования Не изменились Мы знаем Что много проблем Будет на земле Библия говорит О великой скорби Огромных проблемах И это всего лишь Начало всего Но мы как верующие Знаем Что велик мир У любящих закон твой И нет им преткновения Мир мой даю вам Он сказал Подумайте об этом Твердого духом Ты хранишь В совершенном мире Ибо на тебя Упывает он Поэтому все эти вещи Но мы знаем Кто наш Бог И мы знаем Его обетования И все хорошо И Давид сказал Что если земля Уйдет из-под ног Я все равно буду стоять Потому что Ты со мной Поэтому проходим Мы через огонь Воду Штормы Он рядом Он никогда не позволит Чтобы какое-либо зло Было на вашем пути Потому что Вы его дитя И сейчас Давайте помолимся Давайте верить Богу Что Он ответит На все ваши нужды Но сначала Я хочу молиться Чтобы Он утвердил вас Потому что Все эти вещи Которые будут происходить Могут потрясти Некоторых людей Но давайте верить Богу Что ничто не произойдет С вами Ничто Потому что Ваша вера Это якорь И Слово Это ваше основание Ничто вас не поколеблет Помните Что живущий Под кровом Всевышнего Под сенью Всемогущего Покоится Не приключится тебе зло И язва Не приблизится К жилищу твоему Отец Мы соглашаемся Прямо сейчас Что твой чудесный народ Те, кто смотрит передачу Будут утверждены В твоем драгоценном слове Господь Открой им очи Чтобы они увидели Чудеса закона твоего Пусть они, Господь Переживут твою славу Пусть они увидят вещи Которые они никогда Не видели раньше в Писании Открой себя во свете твоем В путях твоих Во имя Иисуса Ответь на каждую нужду Да, Господь Исцели эту болезнь Мы запрещаем Ей во имя Иисуса Ответь на финансовую нужду Господь Пусть будет отменен Этот долг Драгоценный Иисус Спаси этого дорогого человека Во славу твою Пусть придет ответ На каждую нужду В драгоценное имя Иисуса Аминь И аминь И снова я хочу сказать спасибо Что вы мои друзья и партнеры Молитесь за меня Когда я проповедую по миру И помните Что нет ничего невозможного Надейтесь на Господа Всем сердцем своим Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры